Все собрались для начала на театральной площади. Каждый коллектив старался презентовать себя самым необычным способом. Яркие национальные костюмы, эмоции, впечатления вокалистов – все это выливалось уже даже не в песни, а в танцы. Очень любим Сочи доброжелательных и гостеприимных жителей города. Вот такие участники хоровой олимпиады, которые не знают английского языка, не знают русского языка, но тем не менее они здесь с прекрасным, отличным настроением. Китайцы танцевали вместе с русскими, причем мелодии разных стран менялись через каждую минуту. Так что танцорам приходилось перестраиваться на ходу, да и было чему радоваться. Те, кто уже принял участие в конкурсе, хвастались успехами. Выступало более 150 хоров, и наш хор «Байсерек» взял золотую медаль. И мы выступали также в категории духовной музыки, и в этой категории мы взяли серебряную медаль. Для этих детей не то что приезд в Сочи и общение с журналистами большое счастье. Нас брали автографы, все бесконечно интересовались, когда их покажут по телевизору. Да и сами организаторы девятых всемирных хоровых игр не ожидали такого искреннего приема. Потрясающая, фантастическая обстановка в Сочи. Я в полном впечатлении от организации мероприятия, от людей, от теплоты, от гостеприимства Сочи. В городе Сочи сегодня очень много гостей, и все эти гости имеют возможность соучаствовать в этом празднике. Поздники песни, хорового пения – это момент привлечения в город и все больших и больших туристов, которые наряду с тем, что они будут купаться и загорать на замечательных наших безопасных пряжах, кроме этого имеют возможность быть участниками тех мероприятий, которые они никогда в жизни больше не смогут увидеть, кроме как в Сочи. А посмотреть, как на ходу поют песни, собралось много горожан и туристов. Одни посещают галоконцерты, они проходят в ривьере и в парке Фрунзе, другие приходят на конкурс, чтобы поставить зрительские оценки. В параде наций принимают участие 148 хоров. Это профессиональные и непрофессиональные вокальные коллективы. Часть из них уже прошла конкурсное прослушивание, остальное только готовится. Но для них, для всех впервые шествие по курортному проспекту Сочи. От Зимнего театра до Южного молотоков был песенный маршрут по главной улице курорта. 5 тысяч человек, участников Всемирных хоровых игр, шагали в едином душевном порыве. Праздник музыки продолжится до 16 июля. В Ледовом дворце Большой в субботу на церемонии закрытия на завод победителей 9-х Всемирных хоровых игр. Продолжение следует...